всем привет дорогие друзья всем привет дорогие друзья из солнечной алании сегодня пятница и мы с вами давно давно не были на рынке поэтому сейчас мы с вами пойдем на рынок дорогие друзья не забывайте подписываться на наш facebook где айхан делает прямые эфиры и именно сейчас айхан делает прямой эфир на нашем фейсбуке с пятничного рынка ну а я хочу поблагодарить всех вас которые нас поддерживают чашечкой кофе спасибо вам большое если вы считаете нашу работу полезны и интересны вы также можете нас поддержать ссылка в описании к этому видео также в описании к этому видео вы увидите ссылки на сайты бронирования отелей и билетов со скидками а также сайт где можно забронировать тур по нашему промо кода обязательно заходите и смотрите также заходите на сайт нашей компании мы занимаемся маркетингом брендингом и дизайном если вам нужны наши услуги обязательно пишите мне в отца ну а сейчас давайте прогуляемся с вами по рынку и посмотрим какой здесь ассортимент и цены и пока их он делает прямой эфир ссылка на нашу группу в описании давайте прогуляемся с вами по рынку посмотрим цены вход на рынок в масках и друзья уже появился инжир инжирный когда 5 лир стоит вот такая вот упаковка здесь четыре штуки или 5 штраф вами я ели мы и вами которая растет в кестере вот это вот очень-очень очень вкусно для готовки всяких разных блюд вот это вот вишни мы уравна сегодня купили беседоналды точнее черешня очень вкусная и стоит всего пять лет килограмм и у этого рядашки 5 5 5 5 лир килограмм у него мы уже купили появились арбузы и дыни из манавгата стоит одну лир кило мобилира килограмм дыни стоит 4 лиры и килограмм арбуза стоит стоит одну лиру арбузы местные местные из манавгата в общем друзья лето началось настоящий фруктов и овощей конечно же всегда можно купить сухофрукты орехи кто что любит я очень люблю сухой инжир но покажу вам цены грецкий орех стоит 40 лишь а фундук стоит например 35 лет местные аланийские бананы они у нас по 8 лет новый сезон свежие бананы айхан закончил прямой эфир и мы начинаем сейчас наши покупки сегодня мы покупаем огурцы помидоры и разные фрукты так альхан у нас по разным овощам и фруктам поэтому выбирает всегда самая лучшая ангара стоит одну лиру арбузы всего стоит 1 а баклажаны 3 фасоль 7 перец по 3-4 лиры помидоры 5 лет вот эти помидоры на самом деле очень-очень классные берем много огурцов потому что делаем джаджик зелень мы покупаем обычно капусту салат стоит капуста сейчас узнаем сколько а разная зелень стоит лиру 50 на когда три лиры стоит вот такая вот капуста мы делаем салат морковь 4 свекла из которой можно делать шикарные супы и и конечно же наступил сезон черешни черешни есть разное есть по 5 лир а есть вот такая вот наполеон по 10 и клубника 6 лишь много разных сухофруктов приправ ну и конечно же всегда есть огурцы и помидоры и картофель картофель 250 килограмм лук 2 лиры айхан купил клубнику посмотрите какая красота и сейчас возьмем помидоры да берем помидоры помидоры тоже в сал помидоры 3 лиры алды валды эти помидоры 4 лиры и кабачки 5 лир а баклажаны 2 лиры перец 4 лиры сегодня сделаем супер салат особенно вкусно с оливковым маслом идем дальше здесь продают местные фермеры на поле газа на параде залога не по 6 лет 8 лет абрикосы 867 лир клубника тоже по 5 по 7 лишь по 6 лишь в общем сейчас начинается самое вкуснятина мои любимые нектарины и персики персики 8 лир и нектарины тоже 8 лир и я например люблю нектарины а хан любит персики поэтому пишите кто что любит кто любит нектарины а кто любит персики слива посмотрите какая сочная шикарная слива 15 лир свежие груши красота зеленая слива ну и черешня 10 лир абрикосы тоже 10 лир сливы есть много разной купили решили купить это как вы видите на рынке много народу и мы хотим купить тыкву а дыню а здесь дыня продается поштучно штука стоит пять лир видите написано таны что значит штука что еще еще мы хотим купить арбуз смотрите сейчас сезон кукурузы очень много кукурузы и можно купить и варить кукурузу дома персики начался сезон персиков пока они еще мелкие но скоро привезут персики из бурцы сочные огромные сезон цитрусовых конечно же закончен давно и апельсин на рынке практически не видно но зато вы видите арбузы появился инжир черешня клубника красота в общем праздник живота у нас в алании круглый год потому что сезонные всегда привозят сезонные фрукты и овощи даже есть свежие шампиньоны когда мы ехали в деревню мы проезжали коркутели так вот коркутели является столицей турции по производству шампиньонов и все грибы которые вы здесь покупаете в основном из кукуруза 5 штук 5 штук 10 10 лет а мы идем покупать арбуз арбуза местный из манавгата вам я их уже показывала возьмем половина целый завесил 4 половиной лиры всего три с половиной линчки с половиной килограмма стоит лиру жизнь в алании кипит и вот такая вот у нас здесь красота не перестану повторять это слово деревья цвету и представляете на одном дереве и розовые цветы и вот такие вот яркой розовые очень 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 красиво просто потрясающе кто знает как называется это дерево обязательно пишите в комментариях ну а мы сейчас идем по улице около пятничного рынка как я уже сказала народу много потому что сегодня рынок дому давно мы с вами не гуляли по улицам поэтому я думаю что вы соскучились так же как я по таким прогулкам и надеюсь что вам это интересно здесь в алании открылся магазин где продают мясо магазин от муниципалитета анталии здесь продают мясо для народа по более низким ценам так называемая мясная лавка постепенно город оживает приходит в себя открываются новые магазины и видеть алани вот такой действительно радостно потому что когда не было людей когда был карантин или комендантский час вы мы снимали для вас видео когда на улицах никого не было и вы прекрасно видели как город выглядел эту улицу многие из вас знают здесь находится наш офис и на этой улице расположено большое количество разных магазинов лавок ресторанов посмотрите какой ажиотаж на рынке весь тротуар заставлен мопедами потому что ставить некуда люди приехали на рынок ставить больше некуда в общем вот такая вот здесь у нас ситуации здесь центре алании есть также вот такой вот краник многие из вас кстати спрашивают про вот такие вот краники для того чтобы понять для чего предназначена вода нужно посмотреть что написано на кранике обычно вот здесь вот висит табличка где написано можно пить эту воду или нельзя иногда даже написано что воду из вот такого вот краника из можно только пить и не для каких других целей использовать нельзя поэтому обращайте внимание на надписи эту воду конечно можно пить но например эту воду используют для того чтобы помыть руки или я не ополоснуть что-то но но не для питья и видите здесь у нас все заставлено мопедами что же у нас происходит в нашей любимой чайной чайной у нас все как обычно в нашей чайной все как обычно готовят чай мэр раба на сэнэс ваш волок здесь как всегда готовят чай кофе оба можно выпить свежий айран и конечно же апельсиновый сок свежевыжатый апельсиновый сок обязательно сюда приходите а кто здесь был пишите как вам как вам как вам как вам такая чайная это традиционная чайная сюда приходят все кто хочет кто работает рядом на рынке ну и конечно же в офисы из этой чайной можно заказать чай кофе когда к нам приходят гости мы тоже заказываем чай кофе из этой чайной здесь магазин одежды портной у нас и рестораны в которых наконец-то можно сидеть а также прямо здесь расположен центр обучения взрослого населения друзья называется он а смек и здесь проходят разные курсы для взрослых здесь проходят курсы языковые есть курсы рукоделия компьютерные курсы и так далее если вы хотите чтобы мы сходили в этот центр обязательно пишите в комментариях я схожу и сделаю видео подробно видео про курсы у меня уже было поэтому смотрите в описании к этому видео и я делала видео про курсы которые проходят центре обучения взрослого населения который называется халк этим после рынка мы посидели со знакомые выпили чай я возвращаюсь офис айхан остался в общем друзья очень быстро началась вся эта ситуация с карантином и такое ощущение что три месяца пролетели очень быстро и вся эта ситуация очень быстро заканчивается я вернулась в наш любимый офис друзья многие из вас знают что наш офис находится в центре алании и конечно же в описании к этому видео есть мой ватсап есть ссылка на карту где находится наш офис если хотите прийти в гости приходите только пишите пожалуйста заранее и на входе в наш офис есть вот такая вот полочка где можно брать брошюрки про аланию и всякие разные информационные материалы поэтому если хотите приходите можете брать совершенно бесплатно ну а многие из вас конечно же были в нашем офисе я нередко показывала видео отсюда и здесь в офисе у меня настоящая сокровищница что за сокровищница а здесь у меня все ваши подарки посмотрите какая красота сувениры из разных стран из разных городов картины красивые в общем символ нашей компании вот такой вот бумажный журавлик очень в общем классно здесь разместились все ваши подарки конечно же некоторые наши дизайны и все все сувениры которые вы мне привозите я надеюсь что в скором будущем мы опять с вами увидимся в алании и вы сможете сюда приехать а также у меня здесь есть уникальные уникальная статуэтка это статуэтка основателя алании султана алаятина кейкубата вот с таким вот кинжалом это сувенирная продукция которая была выпущена торгово-промышленной палатой по палатой алании и рядом с алаятиным кейкубатом друзья как вы думаете откуда приехали эти котики ручной работы а котики эти приехали из города кировска самого крайнего севера мы были в кировске в прошлом году в декабре месяце и вот такие вот замечательные котики ручной работы которые делает местная мастерица посмотрите какая красота в одном из местных музеев нам подарили здесь у меня много сувениров из беларуси с мурманска в общем очень очень много всего и конечно же вы все знаете что мы занимаемся дизайном и для одного из наших клиентов для цветочного магазина мы разрабатывали продукцию и полностью общем делали для них цветочный бренд и на память я оставила себе вот эти вот экземпляры которые мы фотографировали в общем друзья вот так вот проходят наши дни работа возобновилась путешествия кстати тоже возобновились в это воскресенье мы отправляемся в анкару но в анкару мы отправляемся по делам по работе едем мы на машине через афьон через испарту я надеюсь вам показать поля где цветет дамасская роза если смогу поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал если вы еще не подписаны потому что 70 процентов тех кто нас смотрит не подписаны на нас а если бы все кто нас смотрит уже подписались нас бы было 100 тысяч подписчиков представляете поэтому пожалуйста подписывайтесь и только на нашем канале вы увидите все самое интересное о жизни отдыхе в турции о бизнесе в турции чего вы не увидите ни на каких других каналах поэтому подписывайтесь смотрите будем рады общению и знакомству ну а на сегодня друзья я с вами прощаюсь сегодня пятница уже вечер нужно закончить работу подготовиться к завтрашнему дню и воскресенье мы отправляемся анкару поэтому следующее видео будет может быть о дороге в анкару или с полей дамасской розы я не знаю не знаю поэтому подписывайтесь будет интересно всем всего хорошего всем большого спасибо всем пока пока и добро пожаловать в аланию и в турцию